Что нам мешает сегодня повторить опыт правительства Примакова, Маслюкова и Центрального банка во главе с Герасченко, я честно говоря не понимаю. У нас только за прошлый год вывоз капитала составил под данным ЕЦБ Драги 220 миллиардов долларов, а не 159, как говорит ЦБ. Почему вывоз капитала не может прекратить не только госпожа Набиулина, но и наш президент? Если большинство народа населения нашей страны не устраивает правительство Медведева, существуют вирусные технологии, которые позволяют деморализовать это правительство, добиться его отставки. И вот все эти благие пожелания, советы власти, обиды бессмысленны сейчас. В конфликте с мировым капитализмом строить капитализм просто глупо. Так, уважаемые товарищи, коллеги, друзья, когда мне предложили провести Круглый стол по реформам Примакова, я, естественно, сразу предложил переименовать-то Круглый стол по реформам Примакова-Маслюкова. И, конечно, обратился к коллегам, к Николаю Ивановичу, как к тем людям, которые вместе с Юрием Дмитриевичем Маслюком тесно работали, выводили страну из кризиса. Вот у нас есть памятник Мину и Пожарскому, у нас есть театр Немировича-Данченко, у нас есть форум имени Гайдара, есть институт переходного периода имени Гайдара. Понятно, к чему я клоню? Я хотел бы, чтобы вы подумали и поддержали, чтобы по результатам нашего мероприятия мы обратились бы к оргкомитету Московского экономического форума с предложением, чтобы в дальнейшем наш форум был имени Евгения Максимовича Примакова и Юрия Дмитриевича Маслякова. А если когда-нибудь из этого форума родится институт, то это будет институт не переходного периода, а институт долгосрочного стратегического планирования развития имени Евгения Максимовича Примакова и Юрия Дмитриевича Маслякова. Я по существу хочу сопоставить тот период с настоящим, потому что экономическое чудо, совершенное тогда правительством Примакова и Маслякова, и, конечно же, я думаю, незаслуженно мы не пригласили Виктора Владимировича Герасченко, который сыграл не меньшую роль в антикризисной программе. Очень похоже на нынешнюю ситуацию. Так же, как и в тот период, мы столкнулись с резкой девальвацией рубля, с неконтролируемым всплеском инфляции. Экономика оказалась в такфляционной ловушке. И был выбор. Нам рекомендовали со стороны Вашингтона представительной делегации валютного фонда во главе с господином Кавала делать то, что сегодня делается в нашей стране. А именно, поднять процентные ставки. Тогда они хотели нам загнать их до 80% с учетом того, что инфляция зашкаливала под 20% за месяц тогда в сентябре, насколько я помню, 1998 года. Предлагали не вводить никаких валютных ограничений, то есть открыть рынок для спекулянтов полностью и дальше ничего не делать. Все отдать на стихию рынка в расчете на то, что установится новая равновесие, и за счет притока иностранного капитала наша экономика опять пойдет вверх. Надо сказать, что тогдашнее правительство и Центральный банк сделали все ровно наоборот. Они не стали поднимать процентные ставки. Процентные ставки в итоге стали отрицательными с учетом инфляции. Они ввели валютные ограничения, причем Герасченко это сделал очень профессионально и просто. Была зафиксирована валютная позиция коммерческих банков. Не стали ограничивать кредиты. Наоборот, впервые тогда была освоена технология рефинансирования коммерческих банков под экспортные контракты предприятий. Правда, не удалось ее разогнать до нужной степени. Были предприняты крутые, прямо скажем, меры по пресечению попыток монополистов взвинтить тарифы. Я помню, тогда железная дорога пришла с идеей поднять тариф в три раза вслед за девальвацией рубля по экспортным и импортным перевозкам. Ну, в общем, такие простые достаточно меры были реализованы. Мы получили экономическое чудо, вопреки тому, что нам говорили из валютного фонда и монетаристы, пытавшиеся бороться с инфляцией путем, как они предлагали, сжатия денежной массы и повышения процентных ставок. У нас резко увеличилось количество кредита, выросло производство. Экономическое чудо заключалось в том, что промышленность начала расти с темпом больше 1% в месяц. Сейчас мы даже за год столько не добираем. И инфляция снизилась в три раза. Очень простой пример, который показывает, как нужно обеспечивать макроэкономическую стабилизацию. Сейчас делается все наоборот. Я вас уверяю, что если бы тогда мы послушались Доминика Ковала и реализовали эту программу, страны бы уже не было, была бы экономическая катастрофа. Что нам мешает сегодня повторить опыт правительства Примакова, Маслюкова и Центрального банка во главе с Герасченко, я, честно говоря, не понимаю. Мы видим результаты этой политики, отпускание рубля в свободное плавание. Да, кстати, тогда был зафиксирован фактически курс рубля, что немаловажно после трехкратной девальвации. У нас такая же примерно ситуация, может быть, менее драматичная. Девалювация курса. Если бы мы сейчас курс стабилизировали, а мы могли его стабилизировать в 2014 году, в декабре, сразу после падения, то получили бы такой же эффект. Если бы дали кредит, прекратили бы спекуляцию, получили бы такой же эффект, как был получен в то время. Вместо этого мы видим последствия. Российский рынок превратился в мекку для спекулянтов. На колебаниях курса рубля образуются гигантские сверхприбыли за счет обесценения рублевых доходов и сбережений граждан. Таких флуктуаций рубля нет нигде. По оценкам экспертов, на этом спекулянты получили порядка 50 миллиардов долларов сверхприбыли за последние два года. И мы оказались в стабилизационной ловушке. То есть вся экономика работает на спекулянтов, а спекулянты сверхприбыли переводят в офшоры. Стабилизационная ловушка объясняется тем, что повышение процентных ставок в соответствии с рекомендациями валютного фонда, ухудшение условий кредита сделало невозможным эффект импортозамещения, который гнал в период Примаково-Маслякова экономику вверх. Импортозамещение не получилось, потому что кредит взять невозможно. Вместо импортозамещения предприятия предпочли поднять просто цены вслед за повышением цен на импорт. И в результате мы получили второй инфляционный удар. Первый после девальвации, второй повышение цен из-за повышения процентных ставок и сокращения оборотного капитала. И экономика все глубже и глубже опускается в стабилизационную ловушку. Причина одна. Заинтересованность весьма влиятельных игроков сегодня в российской экономике в валютно-финансовых спекуляциях, которые дают астрономическую прибыль. И эта прибыль мешает сегодня нашим властям, которые очень, видимо, как-то участвуют в этом распределении прибыли, развернуться в сторону реального сектора экономики, как это было сделано в 1998 году. Спасибо. Мы прекрасно понимаем, что в свое время в Советском Союзе была прекрасная система государственного планирования. Государственное планирование, оно предусматривало стратегическое планирование, которое прошло, понимаете, с момента организации Советского Союза и до конца. Было стратегическое планирование, пятилетнее планирование, годовое планирование, текучее планирование, в котором предусматривалось в обязательном порядке темпы роста объемов производства, темпы роста производительности труда, в обязательном порядке снижения сфер на товары народного потребления и увеличения заработной платы. И вы прекрасно понимаете, что, как говорится, на сегодня у нас вот этого принципа совершенно не существует. Мы почему-то заменили планирование просто-напросто рыночными отношениями. Кто сказал, что при плановом производстве невозможно ввести рыночное производство? Ведь при любом планировании можно ввести, как говорится, обязательно, так сказать, на сегодня рынок. На сегодня, если посмотреть, как ведущие страны мира с высокоразвитой экономикой на сегодня планируют, возьмите Японию, например, у меня даже последний сохранился план 25-летний перспективного планирования, где планируется наука, развитие, понимаешь, и так далее, в обязательном порядке. В то же время, американцы планируют на 10-15 лет, Европа планирует на 10-15 лет. Поэтому, в первую очередь, нам надо восстановить у нас планирование. Во вторую очередь, тут Глазио сказал о том, что, понимаете, так сказать, надо обратить внимание на развитие реального сектора экономики. Сегодня у нас финансовый сектор экономики давит, совершенно давит промышленный сектор, реальный сектор экономики. Поэтому невозможно развиваться в промышленности. Если мы не установим жесткого курса рубля, а пусть мы его также будем продолжать, вот это плавание свободное, мы никогда не восстановим экономику. Если мы не снизим процентные ставки, для того, чтобы могли наши предприятия брать кредиты, краткосрочные и долгосрочные кредиты, мы ничего не получим. Поэтому мы видим, насколько идет на сегодня падение. Установите жесткий курс рубля, и мы с вами получим неплавание, как каждый смотрит в телевизор и подпрыгивает, насколько, понимаете, он упал, насколько, как говорится, повысился. И в то же время вся наша торговля ориентируется на это свободное плавание. Рубль упал, цены возросли. И таким образом, понимаешь, социальное состояние нашего народа падает. И последний вопрос заключается в том, что мы безумно, как говорится, вступили в ВТО, не подготовив никаких документов. Вы посмотрите, что делается, допустим, даже я приведу пример с Южной, на сегодня, Кореи. Кто был в Корее, прекрасно понимает, ни одного автомобиля американского или европейского вы не увидите в Южной Корее. Почему Южная Корея, которая точно так же вступила в ВТО, но она имеет преимущественно собственное законотворчество. То есть нужно в обязательном порядке, нужно, как говорится, ввести, так сказать, на сегодня регулирование, которое бы позволяло, так сказать, наши законы иметь превыше, как говорится, мировых законов. Тогда, так сказать, мы сможем, как говорится, отдавая предпочтение нашим изготовителям, не завозить продукции извне. На сегодня настолько огромное, понимаете, падение промышленности, оно идет из-за того, что, так сказать, мы ввели на сегодня, так сказать, ту систему, когда выигрывает производитель иностранный. Я мог бы еще много примеров привести, но так как время у нас ограничено, спасибо вам за внимание. За 18 лет нас фактически обставили капканами, противоречащих друг другу законов, а у власти находится пятая волна Гайдаровцев. Вот если вы посмотрите, кто такой Люкаев, кто такой Силуанов, кто такая Набиулина, это же ученики Чубайса и их бывшие секретари и помощники. Сегодня они министры. Причем, что вам советовал для выхода из кризиса господин Улюкаев? Расслабиться и помогать своим родственникам, если есть за что. Поэтому, это первое. Второе, за эти 18 лет принят закон о техническом регулировании, который нас, в принципе, отправил в никуда по конкурентоспособности, потому что мы имели США и ЕС примерно одинаковое число стандартов, а именно качество стандарта определяет конкурентоспособность. Третий момент. Казалось бы, что они называют себя либералами, но Милтон Фридман говорил, что если монетизация вашей экономики менее 45% от ВВП, то разговаривать о развитии вашей страны бессмысленно. На сегодня на утро я специально уточнил, 44,7% от ВВП монетизация нашей экономики. И главная проблема нашего кризиса – это фактически отсутствие доступа к финансовым ресурсам производящих отраслей. Кроме того, если вы посмотрите, то сегодня у нас фактически электроэнергия в Китае, Чехию, Турцию, Финляндию, ЕС поставляется по ценам в 2-3 раза ниже, чем получает наша промышленность. Как она может быть конкурентоспособной? Поэтому, учитывая жесткий график, фракция КПРФ предлагает следующие моменты. Первое. У нас только за прошлый год вывоз капитала составил, по данным ЕЦБ Драги, 220 миллиардов долларов, а не 159, как говорит ЦБ. Поэтому необходимо срочно ввести ограничения на вывоз капитала. Второе. Необходимо срочно застабилизировать и ограничить аппетиты монополистов частных, кстати, в рентных отраслях, которые, в принципе, делают нас неконкурентоспособной страной, учитывая, что нам рассказывали про рынок, цены на нефть и нефтепродукты упали в 4 раза, а на заправках у нас осталось все по-прежнему или увеличилось, и сегодня, вы знаете, через акцизы повышают еще. Ну какая же конкурентоспособность? Следующее. Необходимо вернуться к отраслевому управлению и оторваться от долларизации экономики, что наиболее сложно. Почему? Потому что у нас сегодня с вами покупка и продажа идет за доллар. Я завершаю. Поэтому, если вы посмотрите, и, естественно, надо принять закон о Центральном банке и пяти базовых банках структурных по возрождению России. В противном случае, то, что происходит, ну у нас за два года золотовалютные резервы уменьшились на 45%. А какой прок от этого? Кроме спекулянтов и жуликов никто не нажился. Поэтому есть более развернутая программа, которая придет на Орловском экономическом форуме. Приглашаем на наш сайт почитать и приглашаем к ее реализации. Иначе возрождения страны не будет, если мы не вернем и отраслевое управление. Спасибо. Начался не в кризис, а существенно ранее, отсос средств, ресурсов из реального сектора, виртуальный сектор. Об этом я говорила год назад. Причем это не специфическое российское явление. Но у нас оно приобретает, как всегда, гипертрофированные формы. Более того, эта линия имеет не только политическое лоббирование, она имеет огромное лоббирование среди экономической науки, потому что все последние Нобелевские премии, ну за редким исключением, они фактически присуждались за в той или иной степени финансовый инжиниринг. Даже за деривативы были присуждены Нобелевские премии, а потом, правда, этих Нобелевских лауреатов судили за мошенничество. Но, тем не менее. Теперь специфика нашего кризиса и отличие его от кризиса Примакова-Маслюкова. Не кризиса, а кризиса 1998 года. Все говорят, что денег нет. Это специфика кризиса, когда умудрились наши финансовые власти обеспечить спад экономики и рост безработицы на фоне девальвации рубля, очень сильной, которая сама по себе является мощнейшим фактором экономического роста, и на фоне огромных финансовых резервов и возможностей, и не только у государства, но и у юридических лиц. Это кризис без банкротств, без банкротств как предприятий, так и банков, чего не было в 1998 году, были серии банкротств. Это кризис на фоне, я уже говорила вчера, огромного, беспрецедентного роста прибыли. Вы вообще не найдете случая, чтобы прибыль выросла в полтора раза. И на фоне огромного накопления средств на депозитах в банках у юридических лиц. Огромное. То есть это означает, что экономика купается в деньгах. Поэтому даже если будет какая-то дополнительная миссия, о которой говорят, вот при всех прочих условиях она уйдет туда же, где сейчас находятся основные денежные ресурсы. Поэтому это кризис абсолютной апатии. Апатии всех. Апатии государственного менеджмента, о котором мы говорили. Апатии бизнеса и, в общем-то, апатии населения. Теперь, почему это происходит? Ну, вы знаете, за 15-20 лет этой политики произошла деградация полнейшая. Не только высшего эшелона государственного менеджмента, но деградация менеджмента на низшем уровне. Эффективные менеджеры подавили эффективных управленцев не только наверху, но подавили на каждом предприятии. Уже забыли о том, что любая перестройка на каждом предприятии на микроуровне, она требует инженерно-технического менеджмента. И люди не наращивают производство, потому что они просто не знают, какое производство, что производить, как производить, и даже кого пригласить для того, чтобы это организовать. У нас уже главный конструктор эффективный менеджер с экономическим образованием или психологическим. О чем вообще можно говорить? Поэтому кризис не только в верхах, а кризис на самом низшем, ну вот на микроуровне, что, к счастью, не было в 98-м году, когда Примаков и Масляков и Геращенко выводили экономику из кризиса. Спасибо. Вот видите, черное – это инвестиции в социальный капитал, красное – это ВВП. И вот мы здесь оказались, когда пришли к власти правительства Примакова и Маслякова и Геращенко. Вот это точка, которой мы начали рост. Вот сегодня мы здесь находимся, и мы здесь падаем. Следующий слайд. И вот это вот то, что творили тогда в 90-е, это восстановление, а сейчас мы опять вот здесь. Прямо на цифрах. Следующий слайд. Давайте сейчас еще один слайд. Еще одну вещь, я пример хочу показать. Я сам энергетик. Следующий. Это вывоз капитала. Давайте следующий. Еще раз. Еще электронный энергетик. Вот здесь вот. Я хотел показать, как здесь вот электроэнергетика, это вот темпы роста ВВП, это темпы роста электропотребления. Вот в 2006 году была рождена и в 2007 году генеральная схема развития электроненергетики. И господа Чубайс Вайзинге предложили вот 4% роста, вот эту точку взяли за основу, и под нее раскрутили всю энергостратегию дальше и генсхему. А на самом деле в 2 раза меньше. По науке. Хотя Чубайс инженер-экономист и получил высший образ дачи кандидата экономической науки. А на самом деле в 2 раза меньше. А уже сегодня вообще 1%. Что это привело? Привело тому, что в прогнозах заложили сверхвысокие темпы, заложили сверхвысокое строительство. Сегодня 20 гигаватт мощностей. Не нужно. Это 2,5 триллиона взято в инвестиции в электроэнергетику, вместо того, чтобы инвестировать в основной реальный сектор экономики. Тот, другой сектор экономики. К чему это еще привело? К тому, что цены на электроэнергии у нас примерно, по сравнению с американскими, в 2 раза, с немецкими 1,5 раза больше. 45-35% денег в инвестициях, в тарифе, но на стройки, которые не нужны, потому что экономика не растет. Вот что значит балансы. Завершая, хочу сказать, что когда я тогда был директором института, в 98 году мы платили, в 97 году платили за тепло, за электроэнергию, больше, чем фон оплаты труда. То есть из-за этого были огромные задержки по зарплате. Как только произошло, почувствовали, вот реально произошло, уже в 99-98 году, получили. И еще хочу похвалиться. Вот в 99-м году, вот этот темп роста в электроэнергетике, вот в эти 2 года, в 99-2000 году, я был заместителем министра по атомной энергии, отвечал за всю атомную энергетику. Мы обеспечили этот темп роста только атомными станциями. А мощность, установленная мощность атомной станции составляла 13% по отношению ко всей мышцы. Вот что такое эффективный банжмент. Спасибо. Я считаю, что состояние, при котором работал Примаков в 98 году, не отвечает критериям подобия с нашим состоянием. Поэтому прямого урока никакого мы не можем получить. Но это хороший повод для того, чтобы определить хотя бы перечень тех порочных кругов, которые сложились за 30 лет. Вебер называл это состояние исторической ловушкой. Так вот, в 98 году мы еще от нее были далеко, а сейчас мы в этой ловушке. И вот все эти благие пожелания, советы власти, обиды на власть, да, бессмысленны сейчас. То есть мы не говорим о том, какие вот у нас фундаментальные сложились конфигурации, которые никакая власть не может разобрать. Ни сейчас ни Примаков, ни Сталин не смогут. Мы пока мы не поймем то, что есть. Чтобы получить урок, надо было восстановить навык визуализации всей системы. Причем не только экономики, а все связи этой системы с остальными. Вот этого нет. Даже саму экономику мы разбираем по кусочкам. Никакой, так сказать, интеллектии, никакой кооперативного эффекта мы не видим. А сейчас главный какой, вот сейчас порочный круг, мы полезли. Мы вошли в конфликт с метрополией мирового капитализма и хотим создать здесь капитализм. Это невозможно. В конфликте с мировым капитализмом строить капитализм просто глупо. Можно было в отдельной стране построить социализм и даже сотрудничать с капитализмом. Но если ты с ним, например, во слов в клинч, да, это невозможно. Поэтому сейчас вся вот эта система, которую не знают, что с ней делать, она абсолютно никаких перспектив не имеет. А как, что произошло со всеми нашими, можно сказать, основными фондами? Во-первых, вышли совершенно новые поколения, уже постсоветские. И произошел разрыв коммуникации со старшими поколениями и с государством. Это уже фундаментальный фактор. Второе, с самого начала произошел членостный разрыв общества. Причем он нагнетался, углублялся все время. Так, и данный, так сказать, вот, можно сказать, мы находимся в состоянии холодной гражданской войны членостей. В это время, так сказать, да, население получило тяжелее свою культурную травму, погрузилось в аномию. То есть все институты, на которых стояло, разрушились прежние и не созданы новые. Произошла деиндустриализация, то есть глубокая архаизация не только экономики, а сознания людей, причем всех, и наверху, и внизу. Ну и, конечно, у нас прекрасное есть зеркало этого процесса, который нас, так сказать, тоже ждет. Это то, что происходит на Украине и в Сирии. Мы считаем, что главное звено, за которое можно вытащить всю цепь, это налоговая система. Следующий слайд. Ситуация такова, что в России производить невыгодно. Вот пример номер один. Завод в Канаде принадлежит российским Казиевам. Путин спросил, почему не приводите в Россию? В Канаде прибыль, в Россию перевести будет убыток. Следующий слайд. То же самое аналогично в США. Мы взяли пример, который дает Минфин. Модельные предприятия приложили налоги США, налоги в России. Получилось в 6 раз у нас выше налоговая нагрузка. В США нет НДС. Социальный взнос 13%. Прогрессивная шкала подоходного налога, прогрессивная налога на привык и так далее. Следующий слайд. В результате, в общем-то, такой политики с 90-го года промышленность практически уничтожена. Минпромторг сообщил, что у нас от 80 до 90% в основных отраслях составляет импортная продукция. Это радиоэлектроника, это тяжелая промышленность, это станкостроение, легкая промышленность и так далее. Следующий слайд. У нас рейтинги, по рейтингам doing business мы там поднялись где-то, хрен знает, куда, до 51-го места со 120-го. Ну, играют люди в рейтинге. Результат, ну, правильно сказал Владимир Владимирович, что опросы показывают, что предприниматель не видит качественных подвижек. И действительно так оно и есть. Следующий слайд. Прежде всего, это налоговое администрирование. Я, вообще говоря, бывший предприниматель, и вот меня проверяла налоговая инспекция. Думаю, господи, зачем такие вообще декларации? На одной странице. Оказывается, давно это сделано. Следующий слайд. Сейчас я заканчиваю. У нас собираемость налогов где-то процентов 40-50 с одной стороны. И большинство уклоняется от налогов, а налоги надо снижать. И делать такими. И у нас есть конкретные предложения. Но, к сожалению, товарищи, которые вот высокие материи говорят, в том числе вот Николай Васильевич, вот, с которым мы сейчас тут уже. Вы говорите земное, но земное... Да. Значит, это самое. Спасибо за подсказку. Все, закончил. У всякой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Если оно все это не называется, значит, пустой абстрактный разговор. Вот у нас теперь довольно модная струя в развитии науки. Это информация G3, графическое пространство. Там можно видеть, кто выиграл и кто проиграл, начиная с дефолта 98-го года и кончая тем, кто выигрывает и кто проигрывает и сколько от роста курса доллара в России. Где эта информация? Вот мы стали с Кокловой пробивать эту информацию в Центральном банке. Реакция Центрального банка. Отказать. Потому что тогда на базе этой информации видите, кто конечный собственник в России. Вы видите, что 70% конечных собственников в России, это так называемые по-научному учредители, учредители, учредители. Это пятое поколение учредителей. Это иностранные и офшорные компании. Почему вывоз капитала не может прекратить не только госпожа Набиулина, но и наш президент? Да потому что эти люди выводят свои деньги отсюда. Попробуйте им что-то сказать. Поэтому у нас президент вот этих учредителей, учредителей. А это только на 30% национальных компаний. Как изменить это положение? Вот я занимался и даже и в Думе, и в счетной палате делал доклады на такую тему. Экспорт наш, в 2014 году правда данные, более 500 миллиардов долларов. По данным Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной организации, эта цифра составляет 1 триллион 150 миллиардов долларов. Где разница? Кто ее модератор? Что это за деньги? Это ведь контрабанда, отмывание денег, демпинг. Это ведь неуплата и уклонение от уплаты НДС и все прочее на свете. Почему это не объявлено? Но G3 позволяет пофамильно пройтись по виновникам. ЦБ отказывает. Да потому что после этого ЦБ не будет. И с этой точки зрения, естественно, такой пофамильно именованный подход к решению тех проблем, которые мы рассматриваем, мог бы что-то дать. Но иначе ничего не получится. 70% в управлении, а в высших эшелонах, 80% людей, это люди, которые не имеют базового образования. Как с этими людьми разговаривать, если они работают не по специальности? Они штампуют, им надо уже придумать клише, и эти клише всюду штамповать, а не мучать чиновника отвечать на каждое письмо оригинально. Все, я закончил. Уважаемые товарищи, Гумилев как-то сказал, что одни и те же события мы можем оценивать по-разному. Если смотрим из норы, с высоты холма или с высоты птичьего полета, я думаю, что вот события 98-го года мы вправе оценивать сегодня не из норы уже, а через временной промежуток солидный. И поэтому некоторые вещи, так сказать, уже оцениваем несколько по-другому. Вот одно из отличий того кризиса 98-го года от кризиса нынешнего является то, что кризис 98-го года сопровождался, экономический кризис сопровождался кризисом политическим. В истории современной России не было еще такого случая, чтобы в год работали три правительства. Начинал год Черномырдин, продолжил это дело Кириенко, в августе дефолт, и только после этого пришло к власти правительства Примакова, Маслюкова и Герасченко. Второй тезис мой. Это правительство было профессиональным. Там не было случайных людей. Давайте так. Маслюков, профессиональный экономист и промышленников. Евгений Максимович, об этом уже говорили. Профессиональный политик, я бы сказал. Герасченко, профессиональный финансист, банкир, знаток мировой банковской системы, кулик, профессиональный аграрий, Матвиенко, Валентина Ивановна, вы ее тоже прекрасно знаете, тоже профессионал и так далее. Поэтому выгодно не политическое, как говорится, качество, не приближенность к трону, а именно профессиональное качество. Основное это в отличие от всех предыдущих и всех последующих правительств, в том числе и от правительства нынешнего. Ну и третье. Пять лет назад мы по горячим следам собрали книгу воспоминаний о Юрии Дмитриевичем Маслюкове. Называется она «Не отступая, быть самим собой». Сейчас готовится второе издание. И если у кого-то появится желание поучаствовать в этом, я думаю, что благородном деле, потому что рано или поздно опыт деятельности этой большой великой тройки нам придется как-то обобщить, я бы пригласил к участию в этом благородном деле. Спасибо. Хочу сразу отметить, что предыдущий докладчик облегчил мою задачу, но я бы сказал по-другому, что Примаков, Маслюков, Герасенко – это люди, которые были государственники настоящие. Это люди, которые отстаивали интересы государства как неоксианство, то есть эффективность государства, эффективность каждого из нас идет в отдельности. Но, к сожалению, сложилась ситуация так, что востребованность пошла через монетаристов, и, увы, многие результаты реформы остались невостребованными. Я занимаюсь налогами, так же, как и Абрамов, и другие лица здесь уступавшие. И хотелось бы отметить научно интересный аспект НДС как сигналы воспринимаемых. Хотя и Маслюков резко отрицательно не отзывался, я буквально чуть попозже скажу. Но ответ такой. Сейчас примерно 50% мы потребляем своих товаров и 50% товаров потребляем из-за границы. Неустойчивая экономика. К этому пришло то, что государство отказалось от участия очень высокого уровня профессионалов, государственников в решении общегосударственных задач. Маслюков резко выступал против налога на добавленную стоимость. Это было все очень правильно. В настоящее время этот налог представляет из себя, скажу так, необычный для этой аудитории гадкого утенка, который не созревает. Он постоянно идет, как колодки для современного бизнеса. Но в чем прелесть Примакова, Маслюкова и этой команды? Идеи, которые они родили, нигде дальше совершенствуются и реализуются, но, увы, не на пространстве России. Что можно предложить в качестве развития налога на добавленную стоимость? Идеи, которые реализуются в настоящее время в Казахстане, наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу. Если мы производим высокотехнологичную продукцию, НДС не уплачивает бюджет. Почувствуйте разницу освобождения от неуплачивать бюджет. Это означает, я сдаю декларацию в налоговые контролирующие органы, что я создал добавленную стоимость, что я мог бы заплатить НДС. А неуплата в НДС означает, что прямое, не обусловленные ничем деньги из федерального бюджета не отправляются, а сразу остаются на деятельность конкретной организации. И, соответственно, каждый месяц получается дотация федерального бюджета. И никакая другая линия власти не задействована. Это то, что реализовано в Казахстане. Реализация идеи Примакова идет и через Китай, которую можно реализовать у нас то же самое. В Китае, в Казахстане и в Монголии. Видите, какие страны по отношению к России. А именно, мы сейчас реализуем целиком только сырье, которое потом получаем как назад готовую продукцию. Как действуют страны, которые я упомянул. Если сырье поставляется за границу, то налог на добычу полезных скопаемых уплачивается в полном максимальном размере. Если же сырье перерабатывается здесь в готовую продукцию, НДПИ минимальный. Тем самым мы сохраняем рабочие места и создаем добавленную продукцию здесь. Нужно забирать у нас готовую продукцию. И еще очень интересно. Буквально год назад появилась информация в рамках ВТО в Китае. Это я просто бесподобен. Ко мне отношения мало имеют к налогам, но по другой причине. Послушайте. Китай резко ограничил редкоземельные металлы поставки на рынок. Чем самым вызвал все недовольства по развитию высокотехнологичной продукции на Западе. Что было сказано? Китай нарушает нормы ВТО. Что ответил ВТО и что мог бы ответить Россия? Китай ответил в этой ситуации. Нет проблем. Мы нормы не нарушаем. Создавайте ваши заводы у нас в Китае и у вас будет бесконечно большое количество редкоземельных металлов. Я думаю мы также можем реализовать идею в том числе и Примакова и сказать. Создавайте у нас высокотехнологичное производство и редкоземельные металлы России будут в вашем распоряжении. Спасибо. Меньше 9 месяцев сподобился Евгений Максимович возглавлять правительство Российской Федерации. Но мы с вами уже сегодня обсуждали, мы знаем, что ему удовлетворилось добиться выдающихся успехов. Три наших естественных монополиста, тогдашних это РЖД, РАО ЕС и Газпром, многократно заходили в кабинет Евгения Максимовича с тем, чтобы повысить тарифы. Сегодня об этом звучало. Не на одну копейку тарифы не были повышены. Евгений Максимович стоял вопрос вместе с Маслюковым. Мы живем в условиях рыночной экономики. Будьте добры, покажите пожалуйста вашу себестоимость. Но поскольку большинство этих компаний возглавляют люди, которым понятие себестоимости малопонятно, они мне не могли объяснить. Мы с вами знаем, что как только правительство было сменено, тарифы стали расти как на дрожжах. Недавно мне довелось познакомиться с директором крупного предприятия, руководителем 12,5 тысяч человек под Мурманском. Общаюсь с ним, речь заходит о себестоимости. Я понимаю, что меня товарищ не понимает. Выясняю, а какое у него образование? А он оказывается юрист. Мое глубочайшее мнение, что если человек работает и получил юридическое образование, максимально на что может рассчитывать, это быть министром юстиции, директором, департамент соответствующего, ведомство юридического, это потолок. Если, конечно, нет другого образования и нет опыта. Президента не трогайте. Президент у нас разведчик. Не надо. Давайте в дискуссии не будем впадать. Мы работаем в жестком регламенте, обращаю ваше внимание. Евгений Максимович Примаков всю свою жизнь выступал против либеральной политики. Развернем дискуссию. Это попозже. В перерыве. Против либеральной политики. И он очень жестко выступал за государственный, за государевый подход. Для того, чтобы показать разницу и противоположность между либерализмом и этавизмом, дирижизмом, социализмом, то есть управляемой экономикой, очень хорошо показать, напомним всем, классика либерального экономизма, это Хаека, Фридриха Хаека, австрийского экономиста. Он говорил так, что если государство занимается только созданием условий, а у нас сегодня, мы с нами видим, занимается условием для развития бизнеса, это крайне недостаточно. Только тогда, когда государство занимается направлением работы. Я требую еще одну минуту. У меня одна дискуссия ушла. Уважаемый товарищ, требовать здесь ничего нельзя. У вас одна минута. Понятно. Хорошо. Так, у нас очень много вопросов, которые... Государство сегодня самоустраняется от решения вопросов. Один пример. Из-за дефицита времени. У нас всем известно, и всем об этом рассказывают ежедневно, что мы полностью решили вопрос по птицеводству. Это, мягко говоря, неправда. 85% инкумбационных яиц, это яиц, из которых вылупляется цыплята, мы закупаем в Соединенных Штатах Америки, в Бельгии, Нидерландах и Италии. А почему? А по разопрещению, что Министерству сельского хозяйства, правительству Российской Федерации глубоко все равно, кто будет производить и бы делать. Я хочу завершить свое выступление тостом Евгения Максимовича Примакова на Старый Новый год в январе 2014 года. Он сказал так, что лучшее, что было у нас достигнуто в советское время, в царской России, и все лучшее, что было приобретено за эти 24 года, нам следует проанализировать и активно использовать и задействовать. И тогда у нас с вами будет другая страна. Спасибо. Юрий Юрьевич, конечно, слух не говорит, но я думаю, что он абсолютно прав, что в сентябре-октябре нас может отжать ситуация в стране, которая предшествовала приходу правительства Примакова-Маслякова-Гераченко. Может возникнуть такая ситуация, может не возникнуть. Все будет зависеть от цен на нефть, скорее всего. Если большинство народонаселения нашей страны не устраивает правительство Медведева, существуют вирусные технологии, которые позволяют деморализовать это правительство, добиться его отставки, ну, вплоть до того, что, учитывая их интернет-зависимость, довести до того, что они сами захотят уйти на отдых. Основной вопрос, кто придет на смену. Если есть то самое правительство народного доверия, просим огласить весь список и желательно бы с этим людьми пообщаться, чтобы прежде чем заниматься подобной родной деятельностью, понимать, что мы получим взамен. Теперь, переходя к теме сегодняшнего выступления, к теме сегодняшнего круглого стола, коротко, в чем успех, с моей точки зрения, я занимаюсь практикой управления, успех правительства Примакова-Маслякова в том, что на смену книжным теоретикам пришли реальные профессионалы практики. То есть люди пришли, понимали, как устроена экономика, какие в ней взаимосвязи, они с первого дня занимались делом, они знали, что нужно делать. И никакие догматы ни с той стороны, ни справа, ни слева, над ними не давлили. Но я не буду повторять, что было сделано, тут уже многие выставили. Я единственное хочу сказать, что основная проблема все-таки российской экономики, которая, ну еще в советских времен, наверное, существует, все-таки не была решена, потому что деятельность правительства Примакова-Маслякова все-таки был в компромисс возможного. В экономике по-прежнему не хватает денег, чтобы тут не говорили. Действительно, деньги, которые попадают в банковскую систему, у нас банковская система, по сути, своя спекулятивная, они там остаются. Предприятиям денег не хватает. В экономике проблем много. Для того, чтобы их решить, нужно финансирование. Даже чтобы сэкономить издержки, снизить издержки, все равно нужно финансирование. Нужны новые технологии, нужны инвестиции. Вот этих денег в экономике нет, они нужны. Денег в экономике должно быть много, и даже более того, их должно быть больше, чем нужно. Это то, что уже сделано во всех развитых странах. Вообще, как бы затрагивая эту тему, по моей презентации, которую, к сожалению, вы не увидите. Вообще говоря, проблемы, проблемы современной экономики, это проблемы классической экономики. Они фундаментальные. Реальная экономика уже живет по другим совершенно принципам. И, в принципе, желательно бы, конечно, наш фискальный, налоговый и бухгалтерский учет привести к нормам, по которым живет реальная экономика в настоящее время. Ну и завершая выступление, перебрасывая мостик к современности, я вот предлагаю публично здесь Сергею Юрьевичу Глазьеву, если он здесь присутствует еще, провести круглый стол под названием «Почему не проходят предложения Глазьева?» Предлагаю Оксане Генриховне провести персональный круглый стол по ее предложениям. Потому что все, что Оксана Генриховна говорит, мы поддерживаем, но надо, в общем-то, нам добиться точности формулировок и довести это до состояния того, чтобы широкому массовому потребителю это было понятно. Соответственно, ко всем присутствующим экспертам, обращаясь к тем же предложениям, кому нужны предварительные слушания, прежде чем вы будете ваши предложения загружать в публичное пространство, можно такие публичные слушания организовать. Нет, все. Спасибо. Одной из задач, которую ставило перед собой правительство Примакова-Маслякова, было возвращение государственного планирования. На сегодняшний день в экономике России есть сфера, где за отсутствие качественного планирования предприятие в прямом смысле платит рублем. Спасибо. Речь идет о поптовых рынках электроэнергии и газа. На рынке электроэнергии существует два вида рынка. Это рынок на сутки вперед и балансирующий рынок. По плановой заявочке предприятие покупает электроэнергию на рынке на сутки вперед. Если фактическое потребление отклонилось от плана, то цены для него повышаются порядка 20%. Таким образом, вследствие некачественного планирования предприятие переплачивают за электроэнергию 20% от общей стоимости закупок. Еще сложнее ситуация по газу. Там отклонение штрафуется повышением цены с коэффициентом 1,5. В зимнее время, в летнее время 1,1. Стоимость в российском масштабе подобных отклонений только по электроэнергии по данным Минэкономразвития в 2011 году составила порядка 160 миллиардов рублей. Это очень большой резерв для российской экономики в части снижения себестоимости, увеличения поступления налогов в бюджет, в частности по налогу на прибыль. Каждый мегаватт отклонений по электроэнергии обходится, например, по северо-западу в 429 тысяч рублей. Интересные эмпирические наблюдения показывают, что причина подобных отклонений и подобных непроизводительных затрат заключается даже не в том, что на предприятиях, как они жалуются, отсутствуют приборы учета. Мы специально делали наблюдения на предприятиях, которые буквально обвешаны приборами, и они остаются на балансирующих рынках и переплачивают за газ. Получается, что причина в том, что они некорректно планируют свое энергопотребление и свое производство. Планирование является одной из функций системы управления предприятием, а функции между собой связаны. Поэтому ущерб от некачественного планирования одной функции неминуемо сказывается на остальных. Поскольку план рассчитан некорректно, не вовремя поступает сигнал оперативного контроля для вмешательства руководителя предприятия в процессы, некорректно выполняется факторный анализ затрат. И вот с предприятия приведен пример, когда по классической методике планирования виновным лицом оказывается обшигальщик, а на самом деле человеком, который перерасходовал газ, электроэнергию, является оператор дымососа. Таким образом, в качестве резерва повышения эффективности экономики мы предлагаем совершенствовать методы планирования. Вот одна из методологий, которая на сегодняшний день разработана, показывает очень высокую степень точности. В частности, отклонение энергопотребления фактическое от планового сокращается вместо 15%, которые имеют место быть, до уровня 1,1. Экономический эффект возникает не только потому, что мы перестаем платить повышенные цены за электроэнергию и газ, но и за счет того, что мы можем перенести графики производства на более дешевые часы стоимости мощности, за счет того, что более точно выбираем оптимальный вариант выполнения производственной программы, и за счет повышения адресности мотивации персонала, поскольку мы более корректно определяем виновное лицо, ответственное за отклонение. Если говорить о промышленном внедрении подобных разработок, то хочется сказать, что наиболее крупные потребители, например, Магнитогорский металлургический комбинат, только один занимает 33% электропотребления Челябинской области. Поэтому внедрение на двух-трех игроках дает эффект в государственном масштабе. У вас еще минута. Еще минута. Я хотела сказать, что применительно к теме государственное регулирование подобных действий возможно следующим образом. Сейчас стоит вопрос о критериях выделения бюджетного финансирования крупным промышленным игрокам. И в качестве критерия можно использовать минимизацию таких отклонений и выделять государственные деньги тем игрокам, которые приносят пользу стране и способствуют сокращению выбросов, экономии энергопотребления. Я уже не говорю о том, что эти отклонения включаются в фактическую себестоимость электроэнергии и газа, на основе которой формируются тарифы для населения на электроэнергию и газ. Поэтому внедрение такого планирования могло бы принести пользу всем заинтересованным участникам. Спасибо. Так, давайте, товарищи, просьба. По теме, по теме, к любому из докладчиков, короткие вопросы или реплики. Старайтесь в пределах 30 секунд вложить свою мысль. Пожалуйста. Про налоги США и России кто говорил? Вы говорили. Какие налоги в США на корпорации? Процент от кого вы прибыли. Не знаете, а чего говорите? 35 процентов. Это раз. Во-вторых, оказывается, триллионы долларов вывозят эти американские корпорации в офшорные зоны. У меня есть материалы. И ежегодно эти доходы 500 миллиардов долларов они теряют. Казна теряют. Потому что когда не знаете, не говорите. Все. Так, уважаемые товарищи, потерялся куда-то микрофон один. Если можно, найдите, пожалуйста, микрофон. Алло. Алло. Вопрос к Коломейцеву. У вас микрофона у меня нет, и вы так говорите. Отскажи, отскажи. Вопрос к Коломейцеву. Все, что у меня там написано, это взято из американской системы. Это, кстати, есть сайт «Американские налоги». И то, что у них 13 процентов социальных взносов, это очевидный факт. То, что у них нет НДС, тоже очевидный факт. То, что у них 8800 долларов в год на человека не облагается налогом, факт. Что еще говорить? Вы не предприниматель. Вот если бы у меня такие были налоги, то это совсем другое дело. И так оно и есть. То же самое в Канаде. Путин спросил бабкин, почему ты не перетаскиваешь завод из Канады в Россию? Ну, говорит, вот. И 5 страниц представил справку. И все. Николай Васильевич. Да, да, слушаю. А тут какие-то теории. Меня зовут Евгений. Вот вы предложили много реальных, очень важных предложений. Почему и что нужно сделать, по-вашему, объединившись на этом круглом столе, другим силам, национальным, патриотическим силам, для того, чтобы наша власть пошла на изменения и улучшила жизнь нашего общества? Спасибо. И что предлагает партия по этому поводу? К сожалению, нашим круглым столом мы можем только предложение дать для форума, а форум может дать дальше. Но изменить ситуацию мы вряд ли сможем, потому что правительство вчера, вот 12 лет разрабатывался закон о стратегическом планировании, в 2014-м принят, за три года правительство не сделало ничего, даже постановление правительства не выполнило, о разработке индикаторов планирования, понимаете? И вчера принесли, и Единая Россия продлила им еще на три года. Вот что делает правительство. Почему делает? Потому что у нас правительство, здесь правильно один из докладчиков сказал, оно слушает рентной олигархии. У нас налогообложение только для рентных отраслей, оно приемлемое и лучше, чем на Западе. А вообще-то у нас налогообложение примерно 60%. Оно самое неприемлемое, почему? На Ближнем Востоке 27% налогообложения, в Юго-Восточной Азии 35%, в Европе 42% и в Америке примерно столько же, на производство. А если учесть еще то, что они существуют 60 лет на ускоренной амортизации, закон, который в принципе дает главное, у них 70% инвестиций, это амортизационное отчисление. Примерно 10% это прибыль, остальное это, я вам напомню, ЕЦБ понизил ставку рефинансирования до 0%. То есть это бюджетное судо с прощением инвестиций. А у нас наоборот, мы с вами проедаем будущее поколение и их возможности, у нас 20% всего амортизация, причем по данным Института Академии наук и экономики, за 2014 год 5 триллионов собрали, 2,7 проели, а 2 и 3 всего направили, может быть, на инвестиции. Поэтому вот этот вопрос, он экономический, а у нас вопрос политический. У нас президент, правительство служит 15% захватившим страну, как правило, живущим там и ездящим сюда на шабашку. Вот это надо понимать. Поэтому сделать можно просто, на выборах. Без стрельбы решается вопрос. Но у нас миллионники все, я анализировал, за последние четверо проведенных крупных выборов, в миллионниках больше 15% живьем не приходили на участки. Вот главный вопрос. Потеря доверия к Институту выборов. Понимаете? Спасибо. И мы бы могли, я завершаю. Регламент, да. Нет, я завершаю просто. Мы бы могли, вот здесь интеллект, отключенный от принятия решений. Мы бы могли поработать с тем, чтобы люди были более ответственны за последующие решения. Николай Малько, Центр химотологических и экологических исследований. Я технар, прикладная наука, межотраслевая. Вы сказали, что достаточно будет переходить на отраслевое планирование. Так вот, я считаю, что совсем нет. Как ваше депутату? Коломейцеву. Коломейцеву, да. Значит, и второй вопрос, который я сказал. Значит, у нас, к сожалению, в России планирование заложено. Его нет. Есть. Нет, у нас бюджет на один год составляется. Почитайте, тогда возьмите технический регламент на топливо, который обязывает все отрасли работать в определенном направлении, которое развалит Россию. Спасибо. Есть вопрос? Пожалуйста, ответ. Спасибо. Ну, первое. Я сказал, что одним из условий может быть ведение отраслевого управления. Но если вы не решите вопрос базы, если вы не решите вопрос кредитно-денежной системы и регулирования государства, то отраслевое управление ничего не даст. И второе. Вы понимаете, я в промышленности отработал 25 лет, в том числе и генеральным директором. Ответственно заявляю. Сегодня в Российской федерации планирование как факт отсутствует. У нас бюджет страны принимается на один год. Нам даже МВФ, наш злейший друг, порекомендовал все-таки на три года вернуться к бюджетированию. Понимаете? Кроме того, мы еще 5-6 раз вносим поправки в федеральный бюджет. То есть фактически вот здесь говорили, что надо директоров увольнять. Да, ни один директор ни на Западе, ни на Востоке и одного года не проработал бы у нас при такой системе. Понимаете? Спасибо. Вопрос с той стороны, пожалуйста. Вы знаете, у меня не только вопрос, у меня еще реплика коллегам в энергетике, которые эксперты. Я как эксперт в энергетике, Михаил Попов, хотел бы сделать одну реплику. Чем фундаментально отличались подходы правительства, о котором мы говорим, от того, что сейчас происходит? В первую очередь, на экономику домохозяйств, конечных потребителей, тарифные налоги не были повышены. А что делается сейчас? Спасибо законодательству. И вопрос, соответственно, вот в общем, к экономистам, которые... Булат Александрович, пожалуйста. Я хотел бы добавить еще к уважаемому депутату. Конечно, квалифицированный кадр. Сверху донизу. Кто у нас управляет страной? Юристы. Даже первый вице-премьер по экономике, тоже юрист. Поэтому власть, инженеры, математики, имеющие позитивный опыт в управлении чем-нибудь, хотя бы. Пожалуйста, вопрос. Валерий Малашенко. Я хочу... Я хочу... Я извиняюсь, я хочу добавить. Я реплику бросил во время выступлений в отношении, так сказать, оборотных средств. В свое время, ну, все мы проработали, как говорится, начиная от рабочего места директора, генерального директора и так далее. Мы прекрасно понимаем, что на заводах были именно свои собственные, как говорится, фонды, которые формировались из той прибыли, которую мы получали. Так вот, придя к власти, Гайдар отменил целиком полностью и изъял оборотные средства от предприятий. И сказал, идите в банки и получайте кредиты. А кредиты стали, понимаете, от 200 до 400 процентов. Какое предприятие могло выдержать эту экономику? И все предприятия сразу завалились, понимаете. Нет оборотных средств, нет зарплаты, нет закупки материалов, нет закупки комплектующих изделий. Поэтому, так сказать, товарищ тут выступал и говорил, что директор может сам все вопросы решить. Он не может, не имея, понимаешь, оборотных средств, не имея фонды развития предприятий, не имея других фондов, он ничего не сделает, если у него все изымается налогами. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Малошенко, Старый Оскол, профессор Миссис. Вопрос Оксане Генриховне. Как вы оцениваете, вот состояние, качественное состояние общества при Примакове и Маслюкове и Герасченко и нынешнее? Могли бы они сегодня так же делать, как они тогда делали, именно опираясь на общество? Спасибо. Я думаю, могли бы, потому что вот вам пример, как можно быстро все-таки исправить ситуацию. Последний пример – это то, что сделал Шойгу и его команда, когда они пришли в Министерство обороны. Меня, надо сказать, это удивило. Насколько быстро, мне казалось, что там уже ситуация необратима. Она оказалась во многих отношениях обратимой. Кстати говоря, финансовый порядок навели довольно быстро. Что касается общества. Ну, понимаете, конечно, деградация отраслевой структуры, такая, которая была, она не могла не сказаться на общем состоянии общества. Но вот лучше всего сказал Жванецкий. Он говорит, верните, вот у меня в аудитории, когда я выступаю, нет инженеров-научных работников. Верните мне инженеров-научных работников. То есть даже уже художники, они художественный образ, они дают. Конечно, потеря научно-технического, инженерно-технического потенциала, образовательного потенциала, она безусловно сказалась. Безусловно сказалась, конечно. Это я чувствую, как депутат Госдумы, который вот все время общается в том же самом месте, в Санкт-Петербурге, в том же самом районе с аудиторией. Потому что, конечно, качество рабочего места, качество рабочего места, безусловно, влияет на сознание, на мышление, на уровень. Спасибо. Вопрос с той стороны. Пожалуйста. Много интересных цифр прозвучало, но Василий Михайлович привел совершенно потрясающую цифру. И я вот хочу, чтобы она не повисла в воздухе. Значит, а цифра такая, значит, 500 миллиардов официальная цифра и 1 триллион 150 миллиардов по факту. Вот чтобы это не повисло в воздухе, я предлагаю по итогам нашего круглого стола внести эту цифру в резолюцию с тем, чтобы это, так сказать, было публично озвучено. А вообще говоря, это полное безобразие, но это очень мягко. Спасибо. Я надеюсь, не относятся к тому, что... Официальная цифра ЦБ за 15 лет вывезена из страны 760 миллиардов долларов. Это официальная цифра. Пожалуйста, вопрос. У меня вопрос. Левитан Сергей, Пермский край. Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы... Вот мы сейчас говорим экономические механизмы, все правильно говорим. Как сделать так, чтобы законы действовали в регионах? Потому что в регионах, как правило, в большем количестве регионов находится ОПГ, которые состоят из представителей власти, правоохранительных органов, судебной системы и бизнеса приближенного. И никакие законы... Там действуют одни волчьи законы. Кто прав, тот и прав. Как сделать так, чтобы работало... Вопрос ко всем, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, что вам нужно пройти на тот стол круглый, который занимается организованной преступностью. Дорогие коллеги. И высказать предложение заняться Пермской областью так же, как занялись Коми-Республика или Сахалином. Спасибо. Вопрос. Вы знаете, если коротко ответить, то надо развивать институты выборов. Вот с моей точки зрения, выборы до местного поселения по партийным спискам, они бы позволили расширить партийную демократию и ответственность людей. Вот это один из инструментов, которые вы могли бы в будущем искоренить. Спасибо. Но вообще политическая воля нужна. Управление. Последний вопрос. Последний. Пожалуйста. Последний вопрос. Когда мы были на заре перестройки, происходила зеркально противоположная ситуация. Мы, молодые коммунисты, тогда еще говорили, что нужно внедрять рыночные отношения. Сейчас никто не послушал тогда. И что получилось со страной? Мы говорили, что рыночные отношения нужно. Еще товарищ Сталин об этом знал. Но то руководство не понимало этого. Потому что не было уже тогда многих людей, которые понимали систему в целом. Сейчас, как Оксана Генриховна сказала, если мы пойдем вниз, начнем опускаться по этой вертикали туда вниз и смотреть кадровый состав, уровень компетенций, мы дойдем до маргинального понимания. Понимаете, мы сейчас уже подмену понятий делаем. Им нужно будет внушить, что планирование – это необходимый инструмент. Совершенно противоположная ситуация. Так же, как тогда необходимы были рыночные отношения, основы их внедрения. Точно так же сейчас необходимо это государственное планирование. Но я себе в кошмарном сне не представлю опять вернуться к тому планированию, когда мы планировали посадочные места, торговлю и к чему это привело, к какому качеству общепита. Это нужно хорошо понять. И лозунг кадры решает все. Спасибо. Знаете, баллонскую систему для начала надо отменить и принять систему образования для всех. Потому что бакалавр и магистр не поднимут страну. Спасибо. Так, уважаемые товарищи, мы должны подводить итог. Но, наверное, правильно было бы попросить буквально по 30 секунд. Сможете по 30 секунд? Самое главное, что хотите, чтобы осталось быстро, я опускаю микрофон, и потом мы прощаемся. Пожалуйста. Но по 30 секунд, жестко. Благодаря вот такой манипуляции нашего Центрального банка и финансового органа, наша Родина, вот где мы сейчас сидим, опустилась с пятого достойного места в мировой экономике. Мы на самом деле великая индустриальная держава. Это был... Мы сейчас стали примерно пятнадцатой. Одним движением пера. Сегодня нас с вами за людей никто не считает. Просто одним движением пера, госпожиной Биулиной, мы опустились ниже Нижнего. И президент наш не великий человек, а ничтожный руководитель ничтожной страны. Так быть не должно. Ну, много сказано было, насколько у нас все плохо, и действительно это так. Но мы считаем, что звено главное все-таки налоговую систему. Почему? Борьба с коррупцией, борьба с воровством, выводом капитала, все это решает налоговая система. Международные налоговые отношения, где взял самый простой вопрос, который должен задать налоговик. И второе, надо сделать условия, чтобы в России производить было выгодно. Это тоже решает налоговую систему. Спасибо. Главная наша беда состоит в том, что слова, программы и цели у нас и в оппозиции, и вне оппозиции одни и те же, а результаты совершенно разные. Наша власть говорит вам так. Если вы хотите с нею разговаривать, вы должны молчать. Вот. И здесь у нас примерно такой пример показывает наш депутат. Он говорит, а все остальные докладчики должны молчать. Ну, я тоже депутат, но я вас слушала. Уважаемые коллеги, я думаю, что пытаясь сделать альтернативу нынешнему социально-экономическому курсу, эта альтернатива должна быть очень профессиональной и просчитанной. Потому что если на смену абсолютно невежественному псевдолиберальному курсу придет невежественный, ну, пусть назовем его левый курс, то ничего хорошего не будет. Поэтому все заявления должны быть абсолютно точными. То есть не может быть цифры взятые с потолка, не может быть заявления, под которых нет расчетов. Поэтому этот вот крен в митинговость, пусть она приятна, но она абсолютно бесплодна. Потому что все должно быть сделано очень профессионально. Если мы упрекаем и правильно, справедливо упрекаем в абсолютном невежестве, абсолютном непрофессионализме в противоположную сторону, то мы должны побеждать с позицией интеллектуального и профессионального превосходства. Спасибо. Возрождение качественного планирования на государственном уровне должно стать резервом снижения себестоимости и роста прибыли отечественных промышленных предприятий. И показатель качества планирования можно и нужно использовать как критерий выделения государственных средств при господдержке предприятий. Спасибо. Приятно поступать перед такой аудиторией. Хотелось бы отметить следующее. Один раз я ехал на машине и видел билбординг, который гласил «Сильная компания, сильная страна». Езжу несколько лет, болдинг визит, но ситуация не изменяется. Хотелось бы, чтобы общественное сознание пришло в другой позиции. Сильная страна и будет сильная компания. Спасибо. Спасибо. Я очень рад, что лозунг, которому уже больше 80 лет, «Кадры решают все», вы встретили аплодисментами. Во-первых, я хочу пожелать, чтобы в обязательном порядке целиком и полностью использовался интеллект России, который в основном уходит за рубеж. Это первое. Второе. Я говорил о том, чтобы, как говорится, обязательно, чтобы предприятия нормально развивались, нужно снова вернуть предприятиям оборотные средства, чтобы они могли спокойно на эти оборотные средства выплачивать и заработную плату, чтобы закупать материалы и комплектующие изделия, чтобы была возможность не просто, как говорится, ждать, когда поступит какой-то госзаказ или предоплата, от которой идет все мошенничество, понимаете, и, как говорится, и воровство. Поэтому предприятия должны жить нормально, нормально развиваться. Установить жесткий курс рубля, чтобы не было плавания этого рубля. И последнее, чтобы действительно, понимаете, ввести нормальное планирование, понимаете, в стране, которая, так сказать, существовала. И стратегическое планирование, и планирование пятилеток. Спасибо. Вы знаете, классик, который не очень уважаем сейчас, как-то сказал, любая идея мертва, если она не задевает массы и не становится их достоянием. Поэтому, если мы хотим, чтобы что-то менялось, надо утром задавать себе вопрос в зеркало. Чего вы хотите и что вы для этого делаете? И я вам желаю, чтобы ваши хотения совпадали с вашими возможностями. Спасибо. Вот здесь есть молодежь, но много не молодежи. В 89-90-м годах я сидел и думал, само собой рассосется. Сейчас понимаю, что не рассосется. Поэтому, когда в студенческой аудитории говорится, мы политикой не занимайтесь, это вранье и неверно. Занимайтесь политикой. Включайте мозги. Потому что будущее сегодня рождается в головах молодежи, молодых людей. Поэтому, как только кто-то вам говорит, что политика – это что-то такое, это значит враг России. Занимайтесь политикой, думайте о будущем в стране и слушайте людей, которые вы здесь сказали. Спасибо. Спасибо. К сожалению, я не имел возможности тоже выступить перед вами на эту тему, хотя я работал параллельно в счетной палате в тот период. Но моя задача и наша с Николаем Ивановичем задача была прежде всего дать возможность выступить специалистам, высказаться и вам поучаствовать в дискуссии. Есть ли замечания к нам по ведению? Нет. Спасибо. Большое спасибо организаторам форума. Большое спасибо вам за техническую работу. И главное, чем я хотел бы закончить. У нас есть в новейшей истории исторический прецедент, когда уния нашей власти и олигархата вынуждены были обратиться для того, чтобы вытащить страну из пропасти к своим противникам, невзирая на идеологические разногласия. Такой прецедент есть. Мы ставим вопрос, до какой глубины мы должны упасть сейчас, чтобы нынешняя власть рискнула вновь обратиться к этому опыту, обратиться не к своим классово-близким, идейно-подзападно-близким, а к альтернативе, к созидательной альтернативе, представленной в том числе и в нашем Московском экономическом форуме. Мы надеемся, что это случится, и тогда главная наша с вами задача будет не повторить ту ситуацию, что созидательный тандем проработал всего полгода, а после этого был выброшен. Спасибо вам огромное. Еще раз, если вы не возражаете, Роберт Искандерович Нигматуллин, академик Российской академии наук, на нашем окончательном пленарном заседании передаст наше предложение, чтобы Московский экономический форум назывался в будущем Московский экономический форум имени Евгения Максимовича Примакова и Юрия Дмитриевича Маслюкова. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин